От рядового до маршала на фасадах жилых домов на западе Волгограда устанавливают баннеры с портретами героев Сталинградской битвы. Работы проводят в преддверии дня контрнаступления советских войск под Сталинградом, который мы отметим 19 ноября. Десять изображений напомнят Волгоград самым гостям города, а тех, кто 80 лет назад приближал долгожданную победу в битве на Волге. Чьи портреты уже можно увидеть и чьи имена появились на баннерах, расскажет Дарья Коломыченко. Портретами героев Сталинградской победы начали украшать десять пятиэтажных домов, расположенных вдоль проспекта имени Жукова. Баннеры с изображениями выдающихся полководцев и рядовых размещают в преддверии 19 ноября. Контрнаступления советских войск под Сталинградом, как напоминание о великом сражении и сталинградском подвиге. Дома украсят изображения героев Великой Отечественной и Сталинградской битвы. Их имена знает весь мир. Михаил Паниках, Василий Зайцев, Яков Павлов, Георгий Жуков, Александр Родимцев, Александр Василевский, Василий Чуйков, Михаил Шумилов. На одном из домов появится и портрет верховного главнокомандующего вооруженными силами Советского Союза Иосифа Сталина. Это очень важный момент, потому что у меня дедушка воевал здесь в Сталинграде, дошел до Берлина, вернулся. И для передачи нашим потомкам они должны знать свою историю, гордиться этим, помнить и передавать, соответственно, своему поколению. Для Тамары Федоровны эта тема тоже очень близка победу. В той страшной войне ковал и ее отец Федор Андреевич Букалов. Просто обрадовалась, когда увидела. Я хочу даже, чтобы и наши внуки, вот у меня трое внуков, чтобы они помнили. И вот такие плакаты, конечно, ну, они помогают. Помогают нам восстановить память, а им напомнить, что были такие люди, которые дали нам свободу. Размер каждого изображения 10 на 10 метров. Располагают их на торцах домов. Идея разместить на жилых высотках портреты легендарных воинов в преддверии начала контрнаступления советских войск под Сталинградом и в рамках подготовки к 80-летию Сталинградской победы принадлежит ветеранам Дзержинского района. Это был триумф военного искусства советского. И вторая дата, еще более знаменательная, это полный разгром немецко-фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве. У нас здесь площадка патриотического воспитания. Это должно быть на каждом клочке нашей земли русской, в России матушке, нашей славной земли, чтобы мы на деле воспитывали настоящих граждан, патриотов нашей Родины. Волгоградская область продолжает активную подготовку к большому юбилею Сталинградской победы. Эта тема стала одной из ключевых на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В рамках федерального и регионального планов реализуют сотни мероприятий, в том числе направленных на поддержку ветеранов, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи. Дарья Коломыченко, Александр Шишин. Время новостей.